сегодня сразу две истории короче будет первая история первая всем привет с вами николай шахматный и мы погнали погода сегодня отлично кстати как там в карантине всем паюшки держитесь такой чай короче вкусный вообще супер с мятой мята чабрец и перечная мята перечная мята в стружке мята обычная свежая стружки смысле высушенная кто не понял итак погнали первая история значит собственник автомобиля обе истории кстати будет про машину была двенашка 2017 году я продал и по-моему 2012 там купил то любимая машина на ней очень много карпел что-то там даже переделал я кстати не второй собственник если что будет третий сейчас продал ее кстати чтобы напечатать тогда первую тетрадку вот кто не знает этот факт обязательно запишите николай шахматный продал первую машину чтобы напечатать свою первую тетрадку вот именно так работает бизнес а для тех кто не знает там кстати еще даже не хватило по моему немножко да точно вот и значит продал ее и там дается срок 10 дней на то чтобы новый собственник ее поставил на себя на учет договор купли-продажи обязательно подписываем подписали с него кстати не платится налог если до 250 тысяч вроде бы не изменяет память вот машина стоимость машины поэтому все можно проводить официально подписывать даже светить везде безналом смысле переводить вот те по идеям да хотя по идее почему интересно налог на доход физически физически должен быть но в общем не суть вот что дальше 10 дней дается собственнику новому на то чтобы он поставил этот вот авто на учет в любом ГИБДД сейчас это можно сделать прошло 10 дней и он не поставил то есть вы это можете пробить по базам ГИБДД я чуть позже покажу как это все делается в общем все просто для этого обязательно в договоре указываются данные ПТС потому что ПТСку вы отдадите и свидетельство о регистрации тоже СТСку тоже отдадите поэтому у вас без документов вот я например эту проблему встретил когда мне сейчас сегодня в 2020 году то есть спустя три года за три года ну я не спохватился и не проверил это представляете хотя надо делать это сразу после десятого дня вот и спустя три года я решил проверить причем оказалось что это проверял как раз 17 марта в день продажи три года назад тоже 17 марта как-то сошлось так я как будто что-то почувствовал и пошел проверять типа у меня просто мысль там про налоги была что налог не приходит об этом тоже чуть позже в общем он не поставил машину и мне пришлось самому я достал этот договор купли продажи благо за три года он не потерялся очень на меня не похоже и я переслал эти документы через сайт гбдд гбдд вроде бы сейчас посмотрю тоже все вам обязательно покажу то есть я написал подал заявление что типа подавление заявление подается подавление в мототрер то есть это как раз отдела гбдд которые занимаются регистрацией съемом с учета и постановкой на учет то есть простой гбдд не нужно приезжать нужно именно в мототрер подавать вот это заявление подавал дистанционно 20 по моему числа 20 марта предложил к нему копию документа купли продажи специально до этого я проверял что машину не наложен арест что у нее нет штрафа все круто то есть все должно пройти спокойно и через некоторое время мне на почту приходит отказ причем очень быстро довольно буквально часа три то есть это считается не день там не два не ты не суд не месяц отказ в регистрации перерегистрации то есть и причина написано что авто на авто наложено ограничение о нифига себе ну я конечно я тут короче звоню собственнику новому говорю что ты не поставил он говорит что ты не поставил она стоит у меня в гараже я говорю ну нифига себе то есть на меня могли приходить штрафы там ну конечно я бы зашевелился раньше если бы я увидел этот штраф и прочее но ничего не приходило то есть видимо он ее как поставил так она и стоит три года целее будет с другой стороны да 2002 года кстати машинка вот суть в чем суть в том что регистрация заходишь и начал я смотреть почему наложено ограничение захожу снова на сайт гибдд и в этот раз там реально указано что стоит ограничение по исполнительному производству которая как я вам покажу далее заходишь на сайт федеральной службы судебных престолов там все производства есть можете найти на себя что-нибудь там стоит реально какой-то это сумма в семь с половиной тысяч что типа я должен по кому-то исполнительное производство короче вынесли на тоже 20 марта то есть как будто бы я только подал заявление они увидели что у меня был автомобиль и решили мне задним числом сразу же насчитать налог на авто потому что я кстати звоню собственных говорю так там же блин налог мог приходить за это время пока ты владел уже да он говорит ты чего там меньше 90 лошадиных сил там типа не приходит я говорю ну я тебя тебя слушать конечно не буду ты и так не поставил на учет поэтому пошел проверить на самом деле суть в том что все равно есть налог там что около 1000 рублей в год но он есть то есть мелочь но неприятно кстати говоря 1000 рублей в год задумайтесь сейчас на машины налог двадцатка не меньше в год напишите сколько кто платит я потому что честно не ведаю авто не знаю даже нужно ли она на самом деле наверное нужно все таки посмотрим в целях кстати прописано вот и в чем суть а суть в том что сейчас на машину наложили ограничение соответственно на меня какое-то заведено производство которое заведено было за один за один час одну минуту я не знаю то есть откуда оно взялось самое интересное что вы не можете узнать за что то есть что эта сумма там не пишется то есть на сайте судебных приставов нужно запросы запрашивать ли лист исполнительного производства то есть почему его может кстати не быть даже я не удивлюсь если его даже нету в материальном мире то есть только кто-то проект провел что я был этим владельцем там сколько лет сколько я был лет владельцем получается 5 да и вот и все то есть и за эти пять лет нужно типа насчитать налог то есть он в принципе так и выходит на самом деле я прикинул плюс минус скорее всего это за машину есть налог потому что как мне помнится я его действительно не платил мне даже был вопрос вот если у вас не приходит налог на машину знаете что вас все равно с него когда-то соскребут с у нас поэтому лучше узнать сходить чтобы потом этого не возникало потому что суммы могут быть действительно больше шевелитесь особенно когда продадите как вначале а потом то же самое всплывет но здесь суть не в этом здесь именно собственник не поставил новый если бы он поставил возможно бы этого ничего не произошло я бы отъехал так просто и все но нет надо платить я согласен короче в чем суть суть в том что сейчас мне нужно вначале узнавать что за исполнительное производство потом ну то есть оплачивать этот налог и только затем уже чувак должен регистрировать и на себя нафиг мне это надо в принципе я могу вообще не перерегистрировать просто но она валяется все как бы не вопрос то есть чувак сам виноват в том что не поставил на учет но перекупы этим очень круто пользуются то есть они не вписывают себя в птс тем самым они как бы могут перепродать уже другому собственно и уже тот может на себя ставить а он как бы такой посредний это вот идеальный вариант на самом деле для перекупов в основном так и делают многие кстати по генеральной доверенности вот поэтому сейчас покажу вам дальше что было что будет на сайте гибдд за скотчем и налоговой покажу как то все недавно кстати я был в налоговой получал этот пароль как раз там в личном кабинете там очень классно все написано но на самом деле не все налоги там отражены система работает вот поэтому по истечении 10 дней обязательно сами заходите в гибдд и перерегистрируйте на нового собственника туда все вбиваете паспортные данные его и все 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 и телефон и договор купли-продажи прикладывать просто копии сканом фоткой фоткой все то есть не делать как я не делать как николай шахов всем удачи всем мира не болей пока